Вы даете добровольное согласие на этот разговор, на его запись и на его последующую публикацию? Да. Вы добровольно сейчас со мной общаетесь? Да. Представьтесь, пожалуйста, полностью, как вас зовут. Я Красноярцев Александр Васильевич, майор, начальник воздушно-огневой тактической подготовки, старший летчик в войсковой части 86-89. Где вы учились? Краснодарская высшая... Нет, со школы. В городе Оренбург, школу, 9 классов окончил, потом 2 года кадетский корпус, он после поступил в... Можете назвать классного руководителя со школы? Субботина Валентина Сергеевна. Хорошая память. А несколько одноклассников? Любых. Сейчас. Любых сразу полупливает. Им за это ничего не будет, за то, что они с вами учились в Удомбасе. И Беляев, Миша. Ну. Как бы с ними не поддерживаю контакты с... Это не важно. Я задаю эти вопросы, потому что из России пишут, что вы это фейк, вы актер из ЗСУ, вы не настоящий человек, вы не из России. Поэтому мы пытаемся дать какие-то ваши установочные данные для того, чтобы ваши же люди, до них дошло, где вы, что вы и что вы реальный человек из России. В Казецком корпусе были училища, ну это уже 10-11 класс получается, училища с Забировым, Тужик. Ну девушка, наверное, какая-то вам нравилась. Как звали ее? Лена. А фамилия Лены? Не помните, да? Лена была Лена. Хорошо. В принципе, человек вы известный, я думаю, что вас узнают. Да? Да. Расскажите, пожалуйста, про свой военный путь, где начинали. Вот здесь опять с учебы, да? Закончил в 2008-м Краснодарское высшее военно-насоциальное училище летчиков. Вот после этого попал в ПГТД, да? Бурятия. Я прошу прощения, а что вы такой напряженный? Да. Ну, впечатление, что вам как-то тяжело говорить. Вы расслабьтесь, потому что вы же прекрасно понимаете, что это интервью. Это не допрос, то есть вы говорите добровольно, как вы только что сказали. Пожалуйста, свобода. После выпуска попал в ПГТДД, в Бурятия, на должность старшего летчика. В 2010 году в связи с реформацией часть была переведена в город Челябинск. Вот, там уже, ну, полным составом, там уже проходил должность на должность старшего летчика. В 2017 году был назначен на должность командира авиационного звена. Вот, и в 2021 году, в сентябре, был назначен на должность начальник воздушно-гневой технической подготовки, старший летчик войсковой части 86-89. Далее, ну, проходил на должности этой, вот, и в 2022 году уже попал сюда. Вы ничего не пропустили из своего боевого пути? А, ну, участвовал в специальной операции в Сирии в 15-м, 16-м, 17-м и 20-м году. Командировка была. Сколько было вылетов у вас по Сирии? В районе 180-200. Сколько вы выпустили боевых снарядов за это время? Не могу сказать точно. Ну, примерно за вылет средним? Ну, бывали вылеты, что без этого, без снарядов, ну, где-то в среднем по 4 снаряда. Вылеты без снарядов? Нет, без применения. А, без применения. А в среднем где-то 4, да? Ну, да. А что бомбили вы в Сирии? Доводились координаты также, вот, и с больших высот работали. Вы знаете, что в Сирии тоже погибли мирные люди, и также были обстрелы мирных домов? Ну, как нам доводили, что по мирным жителям не работаем, только по военным и военной технике, и, ну, как противнику. Именно не говорили, что сейчас будете полететь и там бомбить мирных жителей, и еще что-то. Такого никогда не было. Вы догадывались, что вы все-таки бомбите мирных жителей, или нет? Или вы не задавались последним вопросом? Да, задавался этим вопросом, но командование уверяло, что мы работаем по мирным жителям. Скажите, а вот в обзорной части для летчика нет возможности увидеть примерно, куда падают ваши снаряды? Ну, как бы, с высока видно, что куда-то упали, а именно, что куда не разобрать. То есть, так примерно, предположительно, на город ваши снаряды никогда не попадали, не могли попадать, да? То есть, где-то в пригороде, прям, это, ну, работали, но чтобы прям по центру, такого не помню, что было. Вы знаете, что в Украине уже, я не пытаюсь, на самом деле, ни до чего докопаться, по Сирии, да, это люди пусть смотрят себе свои выводы делают, на самом деле, все-все и так прекрасно понимают. А вы понимаете, что ваша авиация в Украине уже почти стерла с лица земли четыре города? Да, мне здесь уже доводили, что, ну, и показывали, что по роддому вы также работали, вот, очень такое видео. Вот, ну, и по зданиям, которые школы работали, вот, и когда меня сбили, я видел, что школа разрушена, в Чернигове была, вот, и здание. А драмтеатр в Мариуполе, что можете сказать? Или вы не смотрели, не погас? Стук доводили, что по драмтеатру там в подвале были мирные жители. С детьми, маленькими. С детьми, да. Вот, работали, ну, сколько мне сказали, что, слава богу, они живы все остались, здание разбомблено. Ну, мы же сами, во-первых, не знаем, все ли там живы остались или не все, поэтому вряд ли вы можете об этом знать, но там было крупными буквами написано «Дети» с одной стороны и «Дети» с другой стороны. Скажите, что для россиян нельзя писать, да, что «Дети» это, то есть, пишут для того, чтобы не ударили, да, получается, что это для них как красная тряпка. То есть «Дети» значит надо ударить по детям. Не могу вам ответить. В обзорной части у летчика видно крупные буквы «Дети»? Вам найти эту фотографию? Ну, как бы я верю, что это в обзорной части, ну, как команда… Я говорю в обзорной части, потому что я гражданский человек, я не понимаю, как… Я понял вас, это доводит только координаты, вот, ну, если, если хорошие погодные условия, то есть, ну… Хорошие погодные условия, в человеческий рост буквы, буквы, по буквам «Дети» написано. Ну, возможно, это увидеть. Возможно. Да. Я понял. Ну, давайте теперь вашу историю по вашему, по вашим вылетам над Украиной, и что и когда это началось. Первый вылет я выполнил 28-го числа. Нет, давайте не так, когда вам довели начало спецоперации? Ну, скорее всего, как и всем, 24-го числа, было доведено, после чего, ну, начали готовиться. Ну, там, разбирать ПВО, какое есть, ну, какие трудности могут выполнять, ну, именно с ПВО связанным. Вот, первый вылет, ну, в нашу группировку выполнил 28-го числа. Откуда и куда? Выполняли с аэродрома Сеща, Брянская область. Это еще раз. Сеща, Брянская область. Вот. Первый вылет выполнял в район, в Киевскую область, где-то в район аэропорта, по координатам работали ночью, уже, то есть, где-то, ну, после того, как стенело, то есть, наверное, по-московски идет часов 7-8, ну, 9 было времени. Сколько еще с вами летчиков других вылетело из аэропорта Сеща, Брянской области? Именно 28-го? Можно 28-го, а вообще, мне интересно, сколько их там летает. А, всего 10 самолетов было, и, ну, 10 экипажей, ну, плюс командование. Это именно из этого аэродрома, правильно? Да, да, да. А, в общем и в целом, по Российской Федерации, вот, общую примерную сумму можете назвать сколько? Нет, примерную сумму не могу, но, как бы, подразумевал, что все аэродромы, которые, ну, ближайшие там границы находятся, на них, ну, с авиацией. Каким самолетом вы управляли? Су-34. Сколько Су-34 на вооружение Российской армии? С 2006 года, если не ошибаюсь. Нет, я говорю, сколько их по количеству? Ну, в районе 100. В районе 100. А какие еще самолеты используются? Су-30, Су-35, сколько я знаю. Миги? Ну, Миг-29, не могу сказать, что используются они. Ну, сколько их в общей сложности? Ну, просто людям надо понимать, сколько еще надо сбить, чтобы нас перестали бомбить. Ну, Мигов, насколько я знаю, там их очень мало осталось, только в районе 100. В Астрахани полк, наверное, на Мигах и тоже там уже старые, как бы. Ну, ладно, хорошо. Миги оставим, по Сушку. В основном, Су... Ну... Сколько воинской части у вас было в Сушке? У нас 24. Сколько из них исправных? Ну, в районе, наверное, я думаю, 15 где-то. Остальные, а что с ними? Ну, вышли по регламенту работы, блоки, которые отправляются там на завод для ремонта. Вот, потом, как бы, приходят блоки, и они бои готовы, самолеты становятся. К 28-му числу сколько было уничтожено ваших самолетов в части? К 28-му числу не было... А, именно после вот этого вылета был один сбит самолет. Вот, один, получается, сбили самолет. То есть, варшло? Да. Или перед вами еще был кто-то? Нет, ну, вот, там, мы 5 экипажей, примерно, выполняли вылет этот. Вот, одного сбили. Так сколько сушек, примерно, по России? Ну, всего, всех? Примерно, где-то 100. Точно, не сколько. Нет, ну, вы сказали, 100 это с одной цифрой какой-то? Нет, ну, это всего. А, это всего всех сушек, 100 штук, да? Нет, это Су-34, я имею в виду. Да, а других сушек? Про другие не могу сказать, Су-30, Су-35, сколько? Или меньше больше? Так, ну, или так же, или побольше. А, и тех еще по 100 штук, да? То есть, всего может быть 300 самолетов, да, на вооружении стоит? Ну, возможно, точно, как бы цифр не скажу. Не интересовались. Хорошо. В Википеде сказано, что у вас около 500 самолетов разных моделей, разных марок. Это соответствует плюс-минус действительности? Ну, я думаю, да, узнаем. Сколько из них рабочих? Ну, вот вы знаешь, зная ситуацию ваших вооруженных сил, сколько из них рабочих? Ну, на тот момент, пока меня сбили, я думаю, процентов 70 было боеготово, как бы, ну, уже прям сразу. А остальные, ну, как говорил, уже требовались каких-то там ремонтов. И, в принципе, потом тоже могли быть боеготовыми. Ну, что означает буквочка ЗВО? Не знаю, тоже нам не доводили. Доводили, что будет наша техника отмечена вот этими буквами, а что они означают нам не доводили. Грузовик Вермахта, 40-й год, ничего не напоминает? Ну, вот, ну, ничего не напоминает? Ну, да, буквы В. Они тоже, наверное, не знали, что они означают. Окей, это называют новой свастикой уже в мире, если что. Знаете об этом? Нет, еще не знаю. Ну, вот эти ваши буквы. Хорошо, да, ну, вот, собственно говоря, Ваш вылет, и что дальше? В 28-м вот выполнили вылет, прилетели на аэродром. Ну, в процессе полета, получается, одного экипажа уже не дозвались. По прилету определили, что он был сбит. Вот, командование с ним связалось, там, по сотовым, по... Я же спрашивал, был сбит другой самолет перед Вами еще или нет? Вы говорите, нет, сейчас будем сбить. Я же до 28-го числа же говорю, был сбит самолет. Но это был не ваш самолет, я понял, хорошо. Он был сбит, он был сбит, и в итоге экипаж эвакуировали. Экипаж мы не видели, его сразу в госпиталь отправили. Потом дальше предложить? Да, конечно. Вот, второй вылет у меня был 4-го числа в районе. А что Вы за первый вылет не рассказали? Что будет, сколько Вы скинули снарядов, куда вы... 6 ОФЗАП 500, ну, работали также по координатам. Вот, знал, что где-то в Киевской области, в районе аэродрома. Ага. Вот, что именно, не знал. Ага. Я хотел, хотел уточнить, два офицера вышла, два офицера. У Вас забрали телефон? Телефон не забирали, но в том, как бы, месте, где мы находились, они были запрещены, если для использования. Я не про это. Я думаю, что Вы знаете, что такое Google карта. Да, да, да. Я думаю, Вы знаете, как пользоваться координатами. И Вы хотите сказать, что Вы не знали, куда Вы сбрасывали что? Нет, ну, я уже объяснял до этого, что дается время на подготовку. То есть, имеется карта у каждого экипажа. Вот, и уже экипаж, ну, дается время, там, ну, немного времени для подготовки. То есть, посмотреть маршрут полета, вот, ну, посчитать по топливу, хватит ли для выполнения задания. Вот, и, ну, как бы, примерно по карте смотришь, куда летишь. Именно по телефону не смотрели. Ну, вот, я еще раз говорю, это просто информация, которая идет. Зритель тоже может сам себе это все понимать, анализировать, да? То есть, не будем сильно очень прямо углубляться. Хорошо, далее, 28 число, еще раз. Что дальше было? Вы узнали, что сбит самолет? Да, сбит. Ну, уже было поздно. Нас, кто выполнил вылет, отправили отдыхать. Вот. Отправили отдыхать. С утра мы уже нам думали, что экипаж был спасен, вывезен. Все, как бы. Потом ставили задачи, как бы выполнялись полеты, но я до 4-го числа не выполнял полетов. Вот. Ну, задачи были, были, но они почему-то там сейчас принесут цели, потом отбивались. То есть, ну, ничего не доходило до реальной работы. Вот. Второй вылет я выполнил 4-го числа. А до 4-го числа вы сбивались какие-то ваши самолеты, что-то происходило? Нет, не было сбитых. Ничего? Не было, да. Я понял. Ну, вот ваш вылет 4-го числа, далее. 4-го числа поставили также задачу. По карте это было южнее населенного пункта Чернигов. Дорога была 8, зарядка АФАП-250-270. Можно подробнее пробудить? Сколочно-фугасная бомба. Авиационная бомба. Сколочно-фугасная авиационная бомба. Какой радиус поражения у меня? Примерно километр-полтора. В километре-полтора ничего живого не должно остаться, да, после сбрасывания? Ну, как бы доводили, что там скопление оружия не военной техники. Вот. Ну, дорога за городом была. Тут вы знаете, что это была дорога за городом? Ну, на карте была как бы дорога отмечена по координатам. И что вы по этой дороге сбросили эти снаряды? Да. Все, и вернулись обратно? Да, вернулся обратно. По колонии вы, получается, военной? Или почему? Ну, характеристика цели была, что скопление вооружения, военной техники, именно... Не знаю, что там было. Ну, хорошо. И дальше? Ну, выполнил полет, вернулся на базу. Вот. В этот день больше не выполнял полеты. Вот. На следующий день с утра сказали, что сейчас скоро принесут координаты. Вот, как бы... Пятое число. Пятое число. Ждали, что принесут координаты. Принесли координаты. Времени где-то по московски часов в 10, наверное, примерно. Дали быстро подготовиться, ну, там, минут 10. Точка находилась в северном городе Чернигов. Боевая зарядка была 6 ФАП-500. 500 – это вес? Да, да. Ну, оно как калибр идет, там вес может немножко варьироваться. Ну, то есть... А 500-ых какой радиус? У них они не осколочные, у них просто разрывная. Ну, какой радиус поражения? Ну, наверное, то, что вокруг-то, ну, метров 500, наверное, до километра. Ну, вот. Так. Ну, получается, полетел, залетел, вот, прибыл в район цели. А какая там цель была? Ну, это тоже скопление вооружений, военно-техники. Я так понимаю, а у вас все время скопление? Ну, да, там, характеристика цели, ну, приносит цели на бумаге. Там, ну, написано, что там скопление, там бывает, что там командный пункт, там, и все что-то там. Ну, такие характеристики, то есть краткая характеристика. Можем остановиться по этой части, и я хотел бы вам задать вопрос. Кого и от кого вы таким образом освобождали? По вашему личному, чисто человеческому, а не профессиональному мнению? Уже сейчас мнение свое, или на тот момент, как говорить мнение? На тот момент. На тот момент, что русскоязычные населения притесняют, ну, образом, что, ну, не дают разговаривать на родном языке. Ну, я же говорю, что это на тот момент, когда я прилетел, что... Я понял, откуда вы взяли эту информацию? Из телевидения, и, как бы, ну, доводили, что... Блогеров каких-то, наверное, смотрели? Ну, блогеров нет по телевидению, не то, что вот объявили, что нацизм. А, как оказалось, нацизм, это немножко по-другому здесь. Это, нацизм, это те люди, которые свою родину любят и защищают ее. Преимущественно, на каком языке с вами общаются? Преимущественно на русском языке. На русском языке. Хотя могут и на украинском. Нет, да, на украинском. Где здесь в этом какое-то проявление нацизма? Нет. У нас в Украине люди жили, да, и русские, и русскоязычные, и какие угодно, и говорили, и всегда, в общем-то, никто им не мешает. Российское телевидение зачем-то сделало акцент именно на тех людях, которые якобы пиарились на том вопросе, что вот они кого-то там притесняют. Хотя по факту это единичные случаи. Как вы считаете, из-за этих единичных случаев нужно было бомбить города украинских? Нет. А по логике, если единичные случаи так сильно мешали вашему командованию, что нужно было сделать? Ну, и взять, как бы, пройти переговоры, и этих людей, если есть притеснение, как бы, ну, не эвакуировать, а перевезти в Россию. Ну, или разобраться. Тех, кого притесняют, надо было вывести в Россию. Но, фактически, тех, кого притесняют, так никто никому не показал, да, я так понимаю? Ну, уже когда я увидел, что, ну, во-первых, отношения здесь не то, как я ожидал, что будет, а хорошие отношения. Нет, 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 я не прошу вас рассказать. Нет, я ожидал, что, ну, как бы, по... Нет, ну, я имею в виду, что вам, вы офицер, просто с вами можно чуть подробнее об этом поговорить. Более того, все знают, что вы, это вы, ну, если там уже не совсем полностью отбитые. Вот вам показывали все время там факельные какие-то шествия в Киеве, да, вот эти вот марши, да, вот это же рассказывали вам, что вот это вот как раз вот... Да. Это кто, нацисты или националисты? Я просто, как вам об этом рассказывал? Националисты, помню. Националисты, да. А, скажите, пожалуйста, а вот националисты, они в разных странах есть в мире? Да. Есть такие, да, ультраправые, да, в разных странах. В России они есть? Ну, да, получается. Показать вам фотографии из России, с аналогичных марши? Хотите увидеть? Да. Хорошо. Станови на секунду. Поехали, смотрите. Я сразу говорю, ребятушки, я монтировать ничего не буду, в телеграм-канал ко мне. Заходите, посмотрите все эти фоточки, проживайте. Ну, это вроде как просто какие-то красные флажки, да, и тут вроде как церковь, то есть ничего такого, да? Идем дальше. Это что? Свастика. Это где? Ну, вы узнаете, это митинг в России? Ну, митинг, да. Митинг в России, да, со свастикой. Дальше идем. Это кто, священников знаете? Нет. Ну, это российский священник? Вы не знаете? Ну, не скажу. Ну, вот тут вот ополчение, имени какого-то пожарского, что-то такое. Ну, я говорю о том, что это у вас происходит. Вот какой-то депутат ваш. Я прошу прощения, я просто на ходу вспомнил, что вы посмотрите фотографии. Ваш депутат? Я тоже. Не в курсе, да? Вот на Киев, видите, там, на Киев написано, и вот у человека свастика тоже. Вот там Киев. То же самое. Вот наколки. Сейчас я вам покажу из Донецка аналогичные вещи. Вот, кстати, тоже. Это тоже какие-то машины. Ребята, националисты или кто это, я не знаю, но у вас тоже были такие машины. То есть это можно... Вот это называется Калаврат, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть вот эта вот такая вот свастика, на ваш там манер, я не вникал в эти все нюансы. Вот тоже священник, видите, под теми же флагами, ну, якобы Зиву бросает. Хотя не обязательно, может быть, так в кадр просто поправ. Вот тоже, тоже не обязательно, но вполне возможно. Да, вот эти вот. Что это, какой-то нот, национальное единство, или что-то в этом духе. Вот это среди вагнеровцев ваших, вот такие вот ребята. Знаете? Ну, ЧВК то, что... Да. Да, и вот это вот представитель ЧВК. Вот, Вагнер. Тоже, видите. То есть доказательства того, что в России проводились тоже такие марши, и тоже есть националисты, их, в принципе, можно не приводить. Потому что понятно, да, что есть везде в каждой стране свои там ультра-националистические группировки. Мы можем с этим согласиться или нет? Да. Да. Но почему-то ваше телевидение возвело это все в такой культ, постоянно акцентировало именно на этом внимание. Хотя этот марш у нас с факелами, там, 50, 100 человек бывает пройдет. У нас демократическая страна. Почему мы должны запрещать это, по вашему мнению? Ну, государство не должно запрещать это и прохождение таких акций. Это у вас человека с пустым плакатом задерживают. У нас такого не делают, мы по-другому живем. Мы так, как вы не хотим жить. Понимаете? Окей. Хорошо. В общем, вы тогда думали, что вы едете освобождать Украину от каких-то нацистов и националистов? Ну, между ними есть разница вообще, знаете? Ну, националисты это люди, которые любят свою страну. Ультра-патриот. Ультра-патриоты, да. То есть, явление привычное. Ну, оно для меня здесь стало уже понятным. Тут они националисты. Так вы от нацистов или от националистов ехали освобождать? Ну, от нацистов. От нацистов? От нацистов. А нацистов, как вы вообще себе тогда в таком случае представляли? Не понятие вопроса. В смысле, как это? Ну, с националистами еще понятно. Их хотя бы там показывали. А нацисты это кто в Украине теперь должен был быть? Ну, подвижники как бы. Третьего рейха? Да. Нашли? Нет. Нет, но я не видел. Я понял. Окей. Ваши цели на тот момент, ваше отношение на тот момент было понятно. Но на этот момент что? На этот момент, когда сбили, ну, уже много про это думал. Потому что уже сколько дней прошло. Во-первых, после этого думал, как, ну, или в плен возьмут, что разорвут это. Ну, никто не дал разорвать. Все, как бы, дети люди, как сказать, адекватные. Вот, то есть не тронули, потом объяснили, что, ну, с какой целью я сюда приехал, они, ну, и что ты здесь увидел. От каждого человека, как бы, ну, они слышали мою историю и показывали, что здесь происходит. Ну, не показывали, рассказывали больше, что здесь нет никакого нациста, никакого притеснения. Люди здесь, как бы, ну, в немногом прошлом, до начала всего этого, относились к России, как к своему брату. Ну, естественно, что после того, что здесь уже натворили, никогда мы братьями и друзьями уже не будем. Что самое характерное, почему-то утюжат самые исторически лояльные к России города. Да, такие, как Харьков, например. Исторически лояльные к России города. Там действительно большинство населения русскоязычное. Ну, когда взяли, они со мной разговаривали, как бы, на русском языке. Это не существенно вообще. Этот вопрос у нас вообще, на самом деле, никогда не стоял. Я говорю, у вас там выхватывали какие-то эпизоды и показывали там на вашем теле. Ваши блогеры вот эти вот, рассказывали вот это все. Акцентировали на этом внимание. Они рассказывали такие вещи, о которых я живая в Киеве, не знал даже, не подозревал. Мне оттуда звонят из Питера, говорят, слушай, а ты знаешь, что у вас в Киеве бандеровские чтения проводятся? Я говорю, да ты что, серьезно? А что это такое? Ну, ничего, сидят там, читают это. Труды бандеры. Ну, представляете, 10 человек там собралось и реально что-то там читают. Ну, они увлекаются, да, разбирают. Так это им рассказал блогер из Барселоны, для того, чтобы мне из Питера позвонили и рассказали, что у меня в Киеве здесь бандеровские чтения. Понимаете, как это работало, каким образом? 30 лет. 30 лет вам эту херню в голову втирали. Я понимаю, что если одно и то же человеку долбить бесконечно, да, и в том числе и сейчас, то оно у него отлаживается, будто оно так и есть. Окей. Что вы думаете про Крым? Про аннексию Крыма. Или она не аннексия? Аннексия Крыма, да. А, аннексия Крыма. Каким образом это произошло? Ну, в 2014 году, когда проходил Майдан, воспользовавшись этим, то, что правительство менялось. Вот Россия зашла в Крым, захватила его. Поразительно. Вы прям знаете всю эту историю Украины изучаете? Или вы это раньше знали? Ну, уже книжки дали почитать, которые с этой стороны. То есть не то, что нам показывали, а книжки, которые с этой стороны... На вас давят? На вас оказывают давление? Нет. Вас заставляют что-то тут читать? Нет. Не заставляют. Делать нечего, вы, наверное, читаете, да? Теперь знакомитесь с тем, кто... Ну, конечно, интересно с этой стороны узнать. А как вы думаете, насколько реальным был референдум в Крыму, который там проводился? Ну, лично, как бы я не скажу... Насколько это можно считать объективным волеизъявлением? Ну, честно, я как бы не скажу. Вы далек от этого. Не, ну тут просто по логике, если вы говорите о том, что российское правительство воспользовалось ситуацией, зашло в Крым, да, и сделало захват, то можем ли мы считать этот референдум легитимным? Думаю, нет. Не можем. Хорошо. А что там с Донецком, с Луганском? Вы же, наверное, интересовались этой темой. У вас же, наверное, тоже много по телевизору? Ну, конечно, про них очень много показывают. И в основном, как бы, на их примере, что... Вот, вот, я же к этому и веду. 8 лет, 8 лет. Да, да. То, что показывает, что также по мирным жителям ведутся обстрелы, бомбежка. А, скажите, пожалуйста, а если вот бомбят именно мирных жителей в Донецке, что в так называемых Донецкой Луганской Республике, Луганской Народной Республике, делает техника российская? В том числе и тяжелая техника, в том числе и ракетные комплексы, и танки. Что они там забыли? Ну, не скажу. Я так понимаю, что это помощь от России или как... Таких же там нет, как помощь от России. Ну, я, как бы, такой информацией не обладаю, там, передавалось это или как-то, что, откуда. Я не прошу, не, не, я предполагаю. Это же интервью, это общение. Это же, я свое предположение говорю, как бы, не... Потому что я не думаю, что там большое скопление, там, в Донецке, Луганске были каких-то... Я, видимо, некорректно задал вопрос просто. Я не имею в виду, как она туда попала, эта техника. Это как бы-то и ребенку понятно, куда она... Не из шахт вылетела, и не из космоса прилетела, да? И не из Грузии там, как некоторые писали, особо одаренные. Понятно, что эта техника приехала из России. Я говорю, если у вас это на телевидении подается, что это война с мирным населением, обстрелы мирных городов, то что там забыла российская техника? Вот, что я спрашиваю. Ну, как бы, трудно мне ответить на этот вопрос, что он там забыл. А можно ли предположить при таком раскладе, что война идет между теми, кто управляет российской техникой с той стороны, и с нашей стороны, как бы, вот между ними конкретно, непосредственно, идут военные действия? Ибо воевать с мирными городами, ну, как бы, нет никакого просто смысла, особенно со своими городами. Ну, да, я не думаю, чтобы Украина, как бы, воевала с своими городами, если бы, наверное, не вмешались России туда, как бы все равно пришло к какому-то диалогу, и все равно бы уже бы закончилась эта война, военные действия на территории. А вы знаете, что очень много людей убежали из Донецка, в частности, и они сейчас тоже вещают, тоже говорят свои слова. Очень много людей оттуда выехало, когда там провелись эти псевдореферендумы. И они рассказываются о том, как проводили эти псевдореферендумы. Они рассказывали о том, что как потом Россия поставила свое марионеточное правительство, как начали сажать людей несогласных, как там устроили Северную Корею-2. Вот это люди тоже, они тоже оттуда, и они тоже это все рассказывают. И что далеко не всем хотелось там жить под российской нагайкой. Знаете, такая есть тоже информация. Ну, говорили, что как бы много из оттуда ушло людей. Но я думаю, там, наверное, все уже мирные жители как бы оттуда ушли, потому что столько лет жить. Не все, не каждый захотел покинуть свой дом. Большинство, я думаю, что... Просто многие о том, почему в России слушают своих марионеток, которых они же поставили, и как бы не обращают внимания на другие аргументы вообще. Окей, хорошо. Ну, давайте тогда вернемся к вашей истории. Поднял дочери. Давай. Полетели вы на север Чернигово. Вы же офицер, карту видите. Да. На каком удалении от черты города ваша цель была? Ну, как бы обозначен на карте город был. Ну, даже не пригород, как бы. А на карте это, ну, примерно километра два, наверное, три. То есть вы понимаете, что вы... Карта какого года была? Ну, какого не скажу, но старая. То есть вы понимаете, что вы бомбили город? Ну, уже потом, да, понял, что. Ну, это все? Пока да. Формальный вопрос, чтобы не забыть, знаете, из разряда. Что вы можете передать российским военным, которых сейчас отправляют в Украину другим летчикам? Других летчиков отправляют, которых сюда? Да, которых, как вас отправляют бомбить в Украину. Ну, по координатам. Чтобы, как бы, посмотрели все видео, которые уже я до этого снимал, вот, уже сняты. Чтобы посмотрели, что реально происходит здесь, в городах. Вот, как города раз... Ну, уничтожаются, бомбятся. Вот, и не выполняли этих приказов, которые по уничтожению городов, ну, и нанесению ударов вообще на территорию Украины. Вы, говорите, видео снимал, вы снимали какое-то видео? Ну, не я снимал видео, обращался уже со своим коллегам, чтобы они уже прекратили эти действия. А вы себе по-человечески чувствуете какое-то раскаяние, вину какую-то? Конечно, чувствую раскаяние, вину перед всем украинским народом. Не та речь, которую вы учили уже, и рассказали, меня интересует. Я хочу услышать вашу реальную какую-то мысль вашу, то есть, об этом. У меня уже здесь было много времени обдумать, осознать то, что увидено, и то, что мне здесь рассказывают. Как бы мне очень стыдно за то, что я выполнял эти приказы. Не знаю то, что здесь происходит, даже не знаю, как мне уже никогда, наверное, прощения не вымылить за то, что я уже натворил. Хорошо. Ну и, в общем, давайте к финалу истории. Вот, ваш вылет второй. Или это еще не финал, я не знаю. Второй вылет. Да, третий мы начали. Ну, уже третий. Третий. Ну, давайте третий. Все. При подлете к цели, набрав высоту для бомбометания, почувствовал удар сзади. Какая-то цель была, вы не сказали? Ну, скопление вооружения военной техники, да. Ну, типа стандартное, он сказал, что мы все решили. Да, да. Стандартное. Он почувствовал удар с задней стороны. Самолет начал по тангажу, получается, раскачиваться, то есть с увеличивающейся амплитудой. Вот. Пытался его выровнять. У меня не получалось. Самолет не слушался управления. Вот. Потом штурм он привел в действие, ну, средства аварийного покидания самолета. Вот. Покинул самолет, получается. На парашюте спустился на какой-то дом, упал на забор. Можно этот эпизод уточнить? Смотрите. Как долго вы падали? Какое-то примерно может быть расстояние после того, как вы почувствовали этот удар сзади? После того, как... Вот вы говорите, почувствовал удар в заднюю часть или как-то так, да. И расстояние после вот этого нападения самолета? Сколько самолет может вот так вот падать в таком случае? Километр это два, может быть, десять километров? Ну, десять нет, наверное. Километра два, наверное. Километра два падает. И вы приземлились в... В частный сектор. В частный сектор? Возле Чернигово? Да. Возле Чернигово? Да. Возле Чернигово. Ну, как бы то, что я видел, что это частный сектор там. То есть, ну, вперед я смотрел, лево-вправо, что везде частный сектор был. Следуя этой логике, что вы собирались бомбить? Ну, какие-то мирные строения, здания, не знаю. Ну, там просто нет военных сооружений, никаких вокруг, в радиусе двух-трех. Я думал, вы скажете десять, еще можно было бы как-то размахнуться. Вот, если вы говорите, это два-три километра, то это... Тут не может быть вариантов. Вас подбили над мирным городом. Над мирным городом, рядом мирные села. Правильно это же, Дима? Я... просто надо уточнить вот этот вот момент именно конкретно. Да. За Чернигово во все стороны, в радиусе пятнадцати километров, частный сектор, коттеджные городка и городки. Можно уточнить координаты, где его сбили и показать конкретно, где... Вы знаете, где он сбился и потому, что... Ну, как вот с севера, как там, в пригороде, а конкретно... А чем вас сбили вообще? Ну, ПЗРК. Как говорят. ПЗРК. Ну, окей, ладно, хорошо. Ну, тут суть какая? Вы бомбили Чернигов, по сути, с третьего дня. Вот тут, да... Дима, пусть спросит, потому что у него там мама, там... У меня мама просидела в подвале девять дней, пока ее не забрал еще в нее. Девять дней без света, воды, газа, она просидела в подвале. Конкретно в дом, в котором я рос, прилетела бомба. В два соседних дома. Домов нет. Поэтому ваши фразы о том, что вы бомбили какие-то военные объекты, которых в Чернигове нет. Есть аэродром, который находится далеко от Чернигов. Далеко от черты города, вообще всего-всего. Вот как бы вот так вот. Прокомментируйте. Вот как быть людям, которые до сих пор... А сегодня вы разбомбили вопрос. Вы офицер, вы карту в любом случае смотрели. Чернигов, да? Да, да. Вы знаете, что такое Чернигов прекрасно. Вы боевой офицер. Вы знаете местность. Ваша фраза, что мы летаем по картам 45-го года, это бред. Утомляет это вытягивание? Нет, это не утомляет. Я не верю, что вы не открыли свой смартфон и не посмотрели локации и местность, по которым будете летать. Это даже не интересно обсуждать. Я знаю, что вы это делали. Вы знаете четко, куда вы стреляли. И я хочу услышать от вас, в чем виноваты мирные жители, которых вы беспощадно бомбили. И бомбили. Больница, в которой проводились операции. И прямо в больницу прилетела. В центр Чернигов. Центр. Один километр до центральной площади. И вы рассказываете, что вы бомбили окраины военных городков каких-то там. Военных объектов. В Чернигове их нет. Я как тот, кто родился в Чернигове. Скажите мне в лицо глаза, за что моя мать в своем возрасте просидела 9 суток в подвале. При температуре 0 градусов. Не трудно, конечно, ответить на этот вопрос. А вы ответите. Вы разбомбили ТЭЦ. Город без электричества, без воды, без газа. Чернигов не маленький город. Там 300 плюс населения. Тысяч человек. Вы видели, вы над ним летали. Не один раз. И Чернигов густо заселен. И все, что вокруг Чернигова густо заселен. Это большой областной центр. Прокомментируйте. Можно я сейчас расскажу, чтобы вам понятнее было. Когда приходят цели, координаты. Чтобы вы понимали, в какой ситуации мы оказываемся. Приносят цели. На этих картах мы, повторяюсь, наносим точку, где координаты, куда бомбиться. И рассчитываем маршрут. То есть, даже времени посмотреть что-то. Во-первых, там интернет не ловил. Во-вторых, это запрещено. То есть, если тебя увидят. Потом, как бы, обсчитав вот эти данные, докладывали, что готовы. И бегом-бегом на самолет. И выполняли уже задачу для обдумывания. Не оставалось времени, чтобы обдумать. Ну, а как вы ответите, что это было уже не первый раз? Я бы еще мог в это как-то поверить, что в первый раз не было времени посмотреть. Но вы же потом вернулись четыре дня после Киева. Вы сидели в части. Между вторым и третьим вылетом по Чернигову. До третьего вылета уже дошли. У вас не было времени играть? В водичке? Не было что? В водичке. Посмотреть, что вы разбомбили. Ну, свои... Не, я же про те, кто отбомбили, я уже сказал, что это были, подходили, как бы, ну, под военные... Ну, по-моему, сказали, что это военные. Мы уже разобрали. Да, да, да. Не, что... Дело в том, что Киевская область тоже вся разбомблена. И в том числе и села. Понимаете, что такое села? Деревни. Да, конечно, я понимаю. Там люди жили, коттеджи, дома простые, бабушки, дедушки, бизнесмены, просто семьи. Сравнялись с землей. У меня там друг просто, он мне. Вчера успел позвонить, первый раз за десять дней смог рассказать, что происходит. Еще как бы можно, ну, нужно обратиться к тем, кто выдает эти координаты, потому что они же не рождаются ниоткуда, ни с этого... Нам обратиться? Нет, нет, я хочу обратиться, пожалуйста. Да, что... То, что вы выдаёте координаты, на самом деле, являются на обычные мирные здания, строения, где находятся люди, вот, не соответствует реальности, что... Не знаю, откуда такая информация берется, что там скопление вооружений, личного состава, военной техники. Вот. Как бы не скажу, что надо там лучше выбирать, а скажу, что надо заканчивать эту войну. Хватит уже... Не то, что хватит, ее не надо было начинать, а то, что уже натворили, надо уже как бы отвечать за то, что уже натворили. И чтобы еще больше не сделать разрушение и не принести жертв и гибели. По фото и видео разрушенных городов также можете обращаться там в Телеграм, я вам персонально поскидываю. Я просто это говорю зрителям, потому что у меня нет времени на монтаж и нет времени все вот это вот здесь накладывать, это раз-два. Вы же сами потом идете в Ютуб и жалуетесь, что у нас тут шокирующий контент. Поэтому никакого шокирующего контента. Поговорим о так, в Телеграм. Да, и все-таки попросил вас бы ответить моей маме, за что она просидела 10 дней, 9 дней. Ну, ни за что она там не просидела. Естественно, ни в чем не виноват. А кого вы вините в том, что она там просидела? Кого стоит в этом обвинять? Ну, Россию, естественно. Россию, да. А конкретнее? Россия просто большая. Звоним людям вашим, сейчас мы позвоним, они скажут, мы политикой не интересуемся. Так кого конкретнее? Получается, кто принимал такие решения? Президент и его правительство, которое приняло это решение на введение спецопераций на территории Украины. Как вы думаете, насколько вообще адекватны действия президента вашего по введению вот этой вот фейковой спецоперации? Ну, я не нахожу их и логики, как бы, и... Мы уже увидели здесь, что это абсолютно ненужные действия... А это спецоперация? Если да, то в чем она заключается, а если нет, то что это на самом деле? Ну, как бы, я уже повторяю, что нам доводили, что нацизм... Нет, не то, что вам доводили, я вас спрашиваю уже по факту. Это спецоперация? Если да, то в чем она заключается? Если нет, то что это на самом деле? Ну, как нам довели, что это спецоперация, то есть слово... Да не вам довели. Не, 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 я понял. Не важно, как довели и рассказали, в каком соусе вам принесли. Я сейчас просто не пойму, как ответить на ваш вопрос. Пытаюсь ответить... Как есть? Это спецоперация? Давайте по пункту. Это спецоперация? А, вы имеете в виду? Нет, конечно, это уже как бы... Убийство идет просто народа. Второй вопрос не имеет смысла, в чем она заключается. Потому что ваш ответ – убийство народа. То есть, что это на самом деле происходит? В смысле же убийство народа? Термин есть специальный. Да, есть специальный термин для убийства народа. Ну, как вы сказали. Геноцид? Есть такое, да. Это геноцид или не геноцид? Прошу. Да. Вы участник этого геноцид? Да. Хорошо. Давайте теперь к вашему полету. Третьему. Вот вас подвели, вот вы падаете. Упал на дом, поэтому скатился на забор. Вот. За... Уже за забором слышал, что русский выходи. Вот. Ну, уже не распаковывая нас, а побежал перепрыгнуть через забор. Посмотрел за, ну, ворота, что там народу было много. Вот. Побежал за дом. Вот. За мной побежал мужик. Вот. Пытался меня догнать. Не знаю, с вилами или с чем-то. Вот. Применял оружие. Вот. Вы применяли? Какое? ПМ. Сталин. Можно откатиться чуть-чуть? Упал на дом. Я же рассказывал. Что штурман дернул уже, привел в действие средства аварийного покидания, я же рассказывал. Это вы где-то рассказывали? Нет, здесь. Здесь я уже рассказал. Что потом... Штурмана как зовут? Константин. Фамилия? Криволапов. Константин Криволапов. Этот штурман тоже с вами работал в Ассирии, тважды? Да. Так, привел в действие аварийное штурм. И что происходит? Ну, катакультирование происходит. Первый летчик выходит, второй штурм. А самолет приземляется уже независимо от вас? Куда он приземлялся, вы знаете? Ну, где-то... Тоже где-то в катакультирование, наверное. И мирное здание прилетело, там сколько людей погибло, непонятно. Вы понимаете, что вы по количеству людей, которых вы уничтожили, вы любому серийному маньяку просто даете фору вот так. Ладно. Вы применили табельное оружие, боевой пистолет Макарова. Все-таки эту историю, да, хотелось бы еще раз услышать. Вы приземлились, скатились по крыше, увидели за вами бежит мужик, то ли с вилами, то ли не с вилами. Ну, получается, перелез через забор в другой, там посмотрел на улицу, ну, выглянул, там народу было много. Вот побежал за дом, за мной уже мужчина какой-то. Сколько ему лет было? Не скажу. А народ вам что кричал? Русский, выходи. Да, а еще вы не вышли? Ну… На что вы надеялись? На чего убежали? Ну, пока, как бы, еще те действия, которые, ну, до автоматизма, что надо было отстреливаться, убегать, спрятаться. Ну, вот, в таком состоянии, что уже себя, наверное, не раз я корил. Ну, вот. Ну, потом, ну, применил оружие, перелез все через один забор в сарае. Стойте, применил оружие, убили человек? Ну, как сказали, да. Сколько раз вы выстрелили? Не могу сказать, ну, несколько раз. Вы несколько раз выстрелили в мирного человека, который за вами бежал, я правильно понимаю? Можно еще раз это, какой-то фразой общей, да, еще раз, потому что… Выстрелил человек, который за мной бежал. Человек упал? Да. Кровь вы видели, там, снег. Вы просто выстрелили несколько раз и дальше побежали? Да. Да, куда вы бежали? Ну, перелез еще через один забор. Уже какой-нибудь голоса сильно близко были. Сарай был, строение, пристройка к дому. Угу. Там уже туда залез, была щека, ну, шрам остался то, что… Еще и дневня там очень просто вышло. А что было? В сарае там, ну, щека то, что была прострелена. Ну, шрам видите, который… Покажите, пожалуйста, потому что не видно. Вот шрам. Как вы получили это ранение? На парашюте когда спускался. С парашютом спускался. За что туда зацепились? Ну, стреляли. А, я понял. То есть это… Угу. Угу. Прямо сказать, что в рубашке родился и ничего не сказать вообще. Ну, ну, и вы увидели какую-то пристройку, сарай, строение, да? Да, да. Вы думали там отсидеться, отстреляться? Да, в том еще состоянии думал, что там отсидеться. Туда залез, в этот сарай. Небольшой был. Был с собой перевязочный пакет. Ну, просто то, что это… Пытался, ну, приложить его, как-то это обернуть. Ну, и тут уже пришли. Люди меня, ну, взяли в плен, получается. Вот. Ну, все подоставали из карманов. Нет, а как они пришли? У вас же еще были патроны? Ну, уже там осознание пришло, что, как бы, что я делаю. Как бы сказать, из-за вот этого состояния, которое начал приходить в себя, понял, что уже, как бы… Больше вы в мирных людей не стреляли? Нет. А что вы сделали? Сдался. Каким образом? Ну, зашли, руки вверх, выходи, все, вышел. Они с оружием, по-моему, зашли? Да. С оружием. Это были вооруженные силы Украины в форме? Ну, в черном одеты, как бы, я не скажу, но потом уже были в камуфляже люди. Потому что, когда вышел, меня на землю положили… Ну, с АК зашли или с какими-то дробовиками зашли? Нет. С автоматами. С автоматами. Полиция. А, скорее всего, это полиция в черном. Ну, после этого вывели на улицу, подъехала машина, меня туда посадили, провезли какое-то расстояние с открытыми глазами, где показали разбомбленную школу, больницу, здание… Да, нет. Другой сбомбленный. Школу. Ну, вот. То есть, прямо там на месте вы увидели разбомбленную школу, показали, да? Ну, не прямо, да, ну, как бы, отвезли какое-то расстояние, могу сказать. Ну, это же, в любом случае, расстояние, радиус, то, что мы говорили, сейчас там 2-3 километра, правильно? Ну, вот, разбомбленные здания показали, вот, потом завязали глаза, ну, уже привезли линейку, да. Ну, вы убедились в том, что вы подбили школу и все прочее? Да. Как вы думаете, сколько вы людей убили? Думали над этим, вообще? Думали, конечно. Ну, уже-то думал, конечно, что много. Ну, а так? Ну, так, на вскидку, там, взять Сирию, Украину вместе, или, может быть, Сирию не даже не накопать, просто Украину, сколько людей. Не могу сказать. Вы же в любом случае над этим задумывались. Ну, что очень много? Ну, сколько, ну, число. Я знаю, сколько погибших чернее от авиабстрелов. Ну, если радиус поражения полтора километра, вы говорите, а сбросили вы сколько, как минимум, снарядов? Два раза по шесть? Нет. Первый раз шесть, второй, они, вторые 250-270, то есть, ну, 270 килограмм, которые им большие. Восемь штук. То есть, если хотя бы один из этих восьми штук попал куда-то в жилое здание или в школу, то это десятки просто людей. Ну, так. Это если брать один, а если брать больше. Ладно, я не думаю, что стоит затягивать еще больше. От себя есть что добавить? Ну, как бы я уже обращение и сказал, и к своим коллегам, и к правительству, чтобы они все-таки одумались и приняли грамотное решение прекратить эти боевые действия. У вас кольцо еще есть, да? У вас кольцо не забрали? Нет. Перед звонками осталось. Вы в Москве? Да. А зачем? Ну, говорите уже, что, по поводу меня вызвали, что ли, или что? Братан, привет. 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 Это черт. Нет. Это желательно. Это Санек. Ты что? Санек, здорово. Привет, вот нет. Здорово. Давай, идем дальше. Здорово. А чего Вы в Москве-то делаете? Нет. Я сейчас звоню в Москве, я звоню в Москву. Нет. Алло? Ну, ты по книге. Даша, а почему телефон ларит, вы в Москве, выжидите? Я не знаю. Далее позвонил. Потому что из Украины поглокировали входящие звонки в Россию. У тебя место сменили. Что? Ты там же находишься или место сменили? Да нет, нет, там же все хорошо. Из Украины запрещены звонки в Россию? Вы заблудили? Ну, нам же как просили довести командование до стрельбы, мы с кем ходим вас все двери в Чеченске и доводим до стрельбы. А по поводу того, что я в плену или что? Понятно. А дети с кем остались? Че, Саш? А дети с кем остались? Алло. Алло, алло. А дети с кем остались? С бабушкой. Понятно, понятно. А вы в статусе пленного вообще официального числа? У тебя как дела, Саша? А вы все хорошо? Да, все хорошо. А я как официально значусь в статусе пленного, мам? Да. Да. Да, забились. Что, что? Ходим везде, забиваемся, как говорится, и Леня, у вас официально, да. Непонятно. Леня, что там, вы это, выздоровел, нет? Ну, получше ему немного, Даша. Ну, он за ветрянкой, да, заболел? Да, Александр у него в поликлинику поведет. Там тебя кормят, нет? Да, здесь относятся, все хорошо, по этому поводу, не переживайте. То есть, питание горячее каждый день, вот, то есть, ну, в тепле нахожусь, все хорошо. Не переживайте по этому поводу. А как они насчет обмена? Ничего не говорят? Ну, это не... Какие шансы на обмене? Я не могу сказать. Понятно. А еще такой вопрос, да, про штурм, она ничего не признает? Как вам сказали? Ну, насколько знаю, это убили. Ну, да, я знаю, тело они там нужно. Не знаю, нет, пока нет. Ты не в курсе? Нет, не в курсе. Понятно. А это вы по всем инстанциям ходите, чтобы меня как в пленные, да, это, записали? Да, 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 что ты как в пленные. Ну, чтобы, это, обо мне, я имею в виду, что вы во мне узнали, что я в плену, да, все? Саша, повтори, чуть плохо. Я говорю, чтобы узнали, что я в плену, да? Да, 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 да. Понятно. Они могут продиктовать телефон жены, где ее наберет? Она рядом. А, они же разговариваются. Можно от журналистов? Ну, да, да, в плену. Это я, сейчас пришли журналисты с ними, общаюсь, вот они мне дали позвонить. Что дали? Журналисты пришли ко мне, дали позвонить сейчас. Можете спросить, за что россияне убивают украинцев? Понятно. Тут вопрос такой, за что россияне убивают украинцев? Слышите? Слышу, но это не к нам вопросы. Это к вышестоящим навязанным все-таки вопросам. Но просто и выйдет. От простых людей ничего не зависит. Ну, в целом, все, что дальше будет сказано, я знаю, просто нужно было услышать. Понятно. Ну, все. Там, как говорится, пусть они официально спрашивают у других, за что... Давайте, заканчивайте по своим этим самым вопросам. По личным поговорим. Ладно, это мамы, все, давайте, со мной все хорошо им, не переживайте. Вот, я вас люблю, обнимаю, целую. Все за себя молятся. Мы очень ждем тебя и надеемся, что там такие же человечные люди, как они и в дворе. Да, они здесь намного человечнее, чем во все. Позвонить. Мы все-таки надеемся, что все будет хорошо. Везде. И наступит когда-нибудь мир. Все-таки. Мы Богу молимся за это. Спасибо. Ладно, я вас люблю, целую. Давайте. Мы любим, и все. Любим тебя, мой хороший. Живой, по-моему, рейтинг. Да у нас... И все огромные друзья, да с папой, от мамы. Отбраться, как тебе скажешь. Ладно. Ждем. Спасибо. Спасибо за поддержку, она чувствуется. Ладно. Если все будет хорошо, увидимся еще. Я тебя тоже, Настенька, люблю. А у Лени ветрянка? Я очень надеюсь, что нет. Нет, знаешь, у него консуток. А, понятно. Все-таки, как всегда, и... Ладно, я вас люблю, целую, обнимаю. Люблю тебя. Давайте, все. Хорошо, мы с вами. Все. Давай, братан, держись. Все, счастливо. Спасибо за поддержку. Ладно. До свидания. Слышим. Как детки ваши? Нормально. Все хорошо. Ну, в прошлый раз, когда разговаривал, сказали, что заболел. Ты сейчас просто уточнил, что... А наши вот гибнут. Такие же, как у вас здесь. Вы это осознаете? Да. Вы осознаете, что вы не рычаг, не механизм, не микросхема, которая выполняет команды по координатам, а вы человек, который непосредственно принимает тоже свое решение и убивает других людей. Вы это осознаете? Сейчас, да, осознаю это. Что бы вы сделали, если бы вы сейчас оказались на том месте, перед вылетом, зная все наперед? Я бы отказался выполнению этих приказов. Каким образом? Да ты отказался бы и как бы... И что бы с вами было? Те бы последствия, это было бы со мной, но никто бы от этого не пострадал. Как военный человек, как, наверное, любой, нас воспитывает, ну, Родина, так, что мы должны выполнять ее приказы. Ну, приказом, приказом Родин, вот, я уже здесь убедился, что все эти приказы не стоят тех людей, которые сейчас убиты. Ну, едва ли вам кто-то поверит, но свое слово вы сказали. Спасибо. Дойдем что-нибудь? Вы сами все слышали. Нет, ну как это? Ну, тебя показали по всем телевизорам. Все знают, что ты в плену. Твоя мать и жена должны бегать по инстанциям и доказывать, что ты в плену. Расскажи, как это работает у вас. Да, ну, я сейчас сам, как бы, то, что узнал первый раз, как бы, что они вообще в Москве. Ну, я не знаю, на каком уровне они могут, наверное, там, добиться этого, до сознания. То, что я им рассказывал уже неоднократно по телефону. Наверное, они это все передают, чтобы с той стороны. Что ты думаешь, что будет дальше? Ну, мысли же есть у тебя по-любому, ты же военный. Знаю даже. В Сирии было легко, потому что не было ПВО? Да. А здесь? Ну, здесь ПВО сильное. ПВО сильное. В Сирии вообще ПВО не было, да? Нет, там какие-то были, но они сразу их подавили. А скажи такую историю, потому что сейчас очень много пилотов катапультируется, и у них у всех подрезаны ремни. Неужели, да, неоднократно говорили. И это фотографии уже десятки? Нет, да, показывали, что… Мне чисто интересно, вот как ты это можешь сказать. Ну, есть специальная служба, которая обслуживает именно кресла. Вот, ну, изначально, как рассказываю, что это, ну, как любая служба, они ведут документацию, тупо которой… Ну, они проводят регламенты, это… Как так получается, что там ремни подрезаны, я… А пилот, получается, не может сам проверить? Нет. То есть ты садишься уже в машину и полетел? Да, да, да. Как ты можешь жить, знаем, сколько ты людей загубил? Родители говорят в церковь ходят, молятся. У них как это складывается вообще с религиозностью или с верой? Знать, что столько людей… Это все приказом, да, то есть оправдывается. Вот приказ и все. Да. Я убил 50 человек, потому что мне приказали? Боженька, спаси. В церковь я поставлю свечку, и мне все простят? Ну, не хочу ничего не проститься. Ну, мы не священники, мы не знаем, что тебе там проститься или не проститься, мы просто пытаемся понять, как это в голову тебе вкладывается. Я просто хотел сказать, что по тебе что-то сбрасывать уже смысла нет, потому что я так понимаю, что все, что ты мог сказать, ты уже сказал. То есть все уже как бы задокументировано, записано, все твои преступления уже вот они на ладони. Или есть еще, можешь что-нибудь добавить. Просто если ты добавишь, расскажешь, да, то меньше будет шансов, что тебя твои же здесь попытаются ликвидировать, потому что ты уже все равно все рассказал. Да я уже все как есть рассказал. Ну, окей.